Ролик создан в поддержку видеокурсов. Подробно о курсах по ссылке под видео. Я готовилась перед чемпионатом мира заранее, то есть я поменяла режим свой, я начала раньше вставать, раньше ложиться. Приходила к 12, тренировалась часа 4-5 и уходила потом домой. Если честно, я когда это чужого забила, я ничего не думал. Я отключился и забил это чужого. Какие у тебя увлечения, кроме бильярда? Чем ты еще увлекаешься? Если честно, я увлекаюсь только бильярдом и гулять с ребенком. Я первое число вышел в отпуск из работы и пять дней тренировался. И приехал сюда. День, три часа тренировался и приехал сюда. Какой бы ты совет дал бы начинающим игрокам, которые начинают только свою спортивную карьеру? Это бильярд нужно любить. Если будешь любить и тренировать, у тебя все получится. Я постоянно тренируюсь. Я постоянно, круглый год я тренируюсь. Бывает такое, что когда впереди нет никаких турниров, я делаю перерыв. Бывает, я на месяц делаю перерыв, вот два раза в год. Но это когда вот рядом ничего нет. Делаешь упражнения, которые тебе бы урон давала? Конечно делала, да. Это твоя основная? Нет, не основная. Моя основная – это бильярд. Сколько ты выбиваешь бильюрд за 10 подходов в сумме? В тренировках вот моя цель – это забивать не меньше 70 шаров. Не всегда получается. Я скажу так вот. 70, 80, 90 бывает. Вот бывает, конечно, такие дни, когда вот 60, 65. Но вот когда вот хотя бы, то есть 65, 70, вот когда я стабильно не ниже этой цифры вот выполняю, тогда вот в принципе все хорошо. Очень много турниров отыграла, но все-таки не хватает мне дома именно спарринга. И для того, чтобы я тренировалась, для того, чтобы я чувствовала во время тренировок именно те ощущения, которые я буду чувствовать на чемпионате мира. То есть на тренировках вот все просто вот. Я ни о чем не думаю, потому что я играю вообще сама с собой. Обычно не с кем играть, вот, ну, очень редко с кем-то играю. Да, всем спасибо большое за то, что за меня болели. Очень много мне людей писало. Извините, кому я не ответила. Я видела ваше сообщение, но я делаю в том, что когда вот готовлюсь к игре, играю, вот, и если после игры я проиграла, вот я вот на телефон обычно не отвлекаюсь. Я могу просто так прочитать сообщение и все. И потом вот я уже вечером или на следующий день я уже начну всем отвечать. Спасибо всем большое за поддержку. Тренировался по 4 часа в день. Нон-стоп. Иногда был спарринг у меня пару раз с Катей Вариджановой. Мы где-то 2, может, 3 раза максимум поиспарринговались. Должен всегда быть, всегда быть в напряжении все 4 часа. Не давать расслабляться. Сколько ты играешь в бельгарке? Я на турниры езжу с 99-го года. 20 лет я, у меня стаж-то турнирный. Именно турнирный стаж. Скажи, пожалуйста, про свой первый турнир. Какой он был вообще? Как ты там выступил? Ты переживал? Мой первый турнир это был в Екатеринбурге, конечно же, среди юношей. И выиграл я свою первую встречу у парня 17-летнего. Тогда мне было 9 лет. Я взял кей колодный, выбрал. У того была своя перчатка, свой кей. Я так удивился еще, конечно. Но я обыграл его 2-1. В тот момент руководители клуба сказали, оставайся бесплатно, приходи, тренируйся. С этого все и началось. Следующий такой турнир я уже занял первое место спустя год. Даже полгода. Я жил в Астрахани. Я больше сам тренировался, чем детей. Сам тренировался, выступал за этот город, за клуб. И дети пытались на меня равняться. Я тебе желаю развития достижений. Ты как будто бы восстанавливаешь свою форму, ее нарабатываешь. И с новым пониманием начинаешь повоевывать свои достижения. Пример. Еще у нас есть сейчас в финале играет Синур Мамедов. Это тоже старая школа. Очень приятно видеть, что возраст 30 плюс представлен на финале. Что это не 19 лет, не 25, а 30 плюс. Это круто, здорово. Я рад. Если вы тренируетесь и у вас нет ожидаемого результата, значит мы вместе поможем его добиться. Получите программу тренировок с методичкой для быстрого роста вашей игры, выходов, повышения концентрации внимания и воспитания психологии победителя. Все, кто обучался, получили свой ожидаемый результат. Редактор субтитров А.Семкин